Здравствуйте, это программа Город С, я Елена Чернявская. В кармане новенькое водительское удостоверение, под окном купленная вчера машина, а весь опыт вождения, несколько уроков в автошколе. В России, к сожалению, так принято, что если у родителей есть автомобиль, то ребенка учат вождению с ранних лет. И как только он получает права, заботливые родители сразу же покупают ему новый личный автомобиль, не подозревая при этом, что подвергает опасности жизни своего ребенка. Статистика показала, что за 6 месяцев 2020 года было зарегистрировано 35 дорожно-транспортных происшествий по вине молодых водителей. И эта цифра растет. Внимание к нашей программе. Я хочу в первую очередь привлечь водителей с небольшим стажем. Вот сегодня на мои вопросы по этой теме отвечает заместитель начальника, начальник экземпционного отделения РЭУ ГИБДД МВД России по Самарской области, майор полиции Туманов Михаил Олегович. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что же, Михаил Олегович, как часто происходит ДТП сегодня у нас по вине и с участием также молодых начинающих водителей. Скажите, пожалуйста, а вообще насколько остро стоит вот этот момент совершения ДТП вот как раз по вине этих молодых людей? Ну, во-первых, думаю, стоит сказать, что молодые водители – это так называемые начинающие водители, у которых стаж управлять транспортными средствами составляет менее двух лет. Соответственно, несмотря на то, что все они сдали экзамены и практические, и теоретическую часть, недостаток опыта зачастую сказывается на правильности совершения тех или иных маневров, а зачастую переоценка своих возможностей, которые в последующем приводят и к ДТП. Вот как вы уже сказали, за шесть месяцев текущего года на территории города Самары произошло 35 ДТП из-за нарушения правил дорожного движения молодыми водителями. Указанных ДТП пострадали 44 человека. К счастью, погибших нет. Отрадно заметить, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года мы наблюдаем снижение числа погибших в таких ДТП. К сожалению, количество и количество пострадавших осталось неизменно. Но все-таки по какой причине чаще всего происходят такие ДТП и какие нарушения молодые водители чаще всего допускают? Прежде всего, из анализа мы отмечаем, что наибольшее количество ДТП происходит из-за неправильного выбора скорости. Скоростной режим нарушается, да? Так называемый, пресловутый скоростной режим. Вторая основная причина ДТП – это нарушение правил проезда пешеходных переходов. То есть, когда молодые начинающие водители не предоставляют преимущества движения пешеходам, переходящих проезжую часть по пешеходным переходам, и в результате совершают наезд на них. Просто-напросто игнорируют пешеходов. Ну вот вы сказали, нарушается скоростной режим. Но в городе-то, если мы говорим о городе Самаре, больно ты не погоняешь. Везде, во-первых, стоят камеры, штраф придет обязательно. Ну и потом не более 80 км в час можно будет ездить, можно по городу, а в некоторых промежутках 60 и 40. Но ведь знаки же стоят, но ведь можно же выполнять эти требования. Здесь речь идет о непревышении скорости, а о неправильном выборе скорости движения. Так, разъясните, пожалуйста. Там, где необходимо с учетом дорожных условий двигаться, например, 60 км в час, и данный показатель не является превышением, за которое предусмотрена административная ответственность. Так. Зачастую водители движутся с превышением, то есть скорость 70-75 и так далее. В данных дорожных условиях уже не в силах сориентироваться с изменяющей дорожной обстановкой и не имея достаточно опыта вождения. Вот эти факторы приводят к совершению ДТП. Но ведь согласитесь со мной, что все-таки опыт вождения приходит именно с опытом вождения, да, пускай я прошу прощения за тавтологию, но тем не менее. А вот если ты выучился на права, ну, предположим, летом, наступает осень, гололед, дальше зима, ну вот как приобрести этот опыт, если связаны погодные условия? Ну, поэтому у нас и в соответствии с правилами дорожного движения эта категория начинающих водителей выделена, предусмотрена ее в выделении в потоке посредством установки знака «начинающий водитель». То есть в первую очередь нужно ориентироваться на знаки. Ты начинаешь водить автомобиль, смотри на знаки, верно? Все верно. Первый помощник. Плюс оборудовать свое транспортное средство, то есть то транспортное средство, которым управляет начинающий водитель, специальным знаком, для чего, чтобы другие участники дорожного движения, соседи по потоку, так говоря, видели, что за рулем водитель с недостаточным стажем управления и, соответственно, где-то уступили ему дорогу, дали возможность перестроиться, ну, то есть более предупредительно относились вот именно к данным участникам дорожного движения. Вы сказали оборудовать знаками. Скажите, а вот в настоящее время это обязанность молодых водителям в общем потоке транспортных средств. Вот раньше был знак У, даже одно время, даже выпустили знак специальный чайник, ну, я, может быть, игнорируют, говорят, я не буду это вешать, вот мне там некрасиво, неудобно и так далее. Это обязанность молодых водителей или пожелание все-таки? Да, это требование содержится и в основных положениях под опуску трассных средств к эксплуатации. И сейчас мы рассматриваем вопрос в случае выявления молодых водителей, которые не выполнили требования правил дорожного движения в этой части, в части оборудования специальным опаздывательным знаком, ну, то есть привлекать их к административной ответственности. Ответственность. Скажите, пожалуйста, а сколько по времени нужно ездить с таким знаком? Ну, так как из категории начинающего водителя, просто в водителе у нас определенный срок к два года, то по истечении двух лет, думаю, этот знак может быть снят и далее. Ездить уже без него. Скажите, пожалуйста, вот приведите, может быть, какие-то конкретные примеры таких происшествий по вине молодых водителей, ну и, конечно, причины их возникновения все-таки, помимо скоростного режима. Что еще можно отметить вот в этом вопросе? Ну, думаю, стоит сказать, что нами отдельно ведет статистика по аварийности по вине наших выпускников. То есть те ДТП, в которых виновниками явились водители, получившие водительское удостоверение в Рео-Самаре. Вот всего за шесть месяцев текущего года у нас произошло 16 таких ДТП, пострадало в этих ДТП 20 человек, и что особо трагично, это три человека погибли. Вот касаясь примеров ДТП, думаю, стоит обратить внимание на наиболее характерным таким является, это два факта, которые у нас были в январе текущего года, в одном случае на территории Волжского района девушка не справилась с управлением, выехала за пределы проезжей части, допустила наезд на трансформаторную будку, в результате чего погибла на месте. Далее на территории городского округа Жигулевска, на междугородней трассе два молодых человека, за рулем тоже начинающий водитель, выехал за пределы проезжей части, в результате чего автомобиль опрокинулся, водители пассажирова погибли. Ну, что более всего в данной ситуации, в данных ДТП нас беспокоит то, что в последующем в обоих случаях были установлены состояние алкогольного пьянения. То есть здесь два фактора, да, сошлись и привели, к сожалению, к трагическому исходу. А скажите, пожалуйста, а вообще какая-то работа проводится с будущими водителями, которые только проходят процесс обучения, Михаил Олегович? Ну, во-первых, мы в обязательном порядке выезжаем в автошколы для проведения бесед с кандидатами, водителями, проходящими обучение. Например, вот наиболее таких характерных ДТП. Как бы показываем, насколько опасно пренебрегать требования правил дорожного движения, насколько важно в полном объеме изучить тот предмет теоретический и практический курс подготовки в автошколе. Ведь у нас за совершение ДТП с тяжким последствием предусмотрена в том числе и уголовная ответственность. Конечно. Мы тоже в рамках этих бесед доводим это до обучающихся. Вот, кстати, в рамках бесед вы разговариваете с молодыми людьми, с водителями, которые получили права. Скажите, а вот по большому счету сейчас идут учиться зачем? Жизненная необходимость, нужен автомобиль? Или потому что вот родители купили? Или я хочу просто похвастаться перед друзьями, что у меня есть автомобиль? Вот что говорят молодые люди? Мое мнение, что трансовые средства из категории роскоши это необходимые средства передвижения, которые позволяют значительно улучшить нашу жизнь, то есть решить большее количество вопросов, проблем, стоящих перед нами в повседневной жизни. Поэтому это просто необходимость. В настоящее время это просто необходимость. Хорошо. Какие меры предпринимаются должностными лицами ГИБДД для снижения тяжести последствий в результате ДТП с участием водителей данной категории? Ну, во-первых, по каждому факту ДТП нами проводится проверка. В той части, как кандидат водители сдавал квалификационные экзамены в нашем подразделении. Как, в каком объеме была изучена им программа подготовки. Все ли предусмотренные часы он посетил во время прохождения обучения в автошколе? В полном ли объеме проведена практическая подготовка? Все ли часы практических экзаменов были предоставлены данным кандидату водители? Если у нас есть видео сдачи квалификационных экзаменов в практической части этим кандидатам, в обязательном порядке изучается видео, дается оценка экзаменатору, принимавшему экзаменов. В настоящее время все попытки сдачи экзамена, как теоретическую, так и практическую часть, в рамках проводимых проверок анализируются, какие были допущены ранние ошибки, какие были допущены ошибки после получения уже в процессе сдачи экзамена, за которые получена положительная оценка. То есть оценивается объективность выставленных оценок, ну и в том числе действия экзаменатора, насколько они соответствуют требованиями и регламентов наших. Вот мы плавно с вами перешли непосредственно к экзаменам. Давайте мы сейчас поговорим с вами, сейчас как вообще проходит процесс сдачи экзамена. Я так понимаю, но я просто вспоминаю по своему опыту, это часть теоретическая и часть практическая. Я надеюсь, ничего не изменилось, а если изменилось, то что и расскажите поподробнее. В настоящее время изменений никаких не произошло. Также у нас есть теоретический экзамен, который состоит из 20 вопросов. Экзамен по первоначальному навыку управления трассным средством, это экзамен на закрытой площадке. И третья заключительная часть, это экзамен в условиях дорожного движения. Думаю, стоит напомнить, что в соответствии с принятыми изменениями в постановлении правительства 10.97 с 1 октября экзамен будет изменен. 20-го года? 20-го года, текущего года мы ожидаем уже эти изменения. То есть две части практического экзамена будут объединены в один. Так. Будет приниматься только экзамен в условиях дорожного движения, то есть движения по городу. Но при этом все те элементы, которые мы принимаем при сдаче экзамена в условиях закрытой площадки, они будут приниматься в условиях практического экзамена в городе, по городу. Хорошо. Скажите, пожалуйста, обязательно можно ли сдать экзамен, не проходя обучение основного курса в автошколе? Нет. То есть прийти и знать. Я, к примеру, да, вот я умею ездить. Пожалуйста, примите у меня экзамен и выбейте мне права. В ближайшее время без прохождения обучения в учебном заведении допуск в даче квалификационных экзаменов на получение водительского удостоверения не предусмотрен. Невозможно. Хорошо. Я не могу не воспользоваться случаем и не спросить у вас совета. Как сейчас правильно выбрать автошколу? Все-таки отдать предпочтение частным школам или все-таки государственным? И вообще существует ли какой-то рейтинг автошколы на сегодня? Да. Рейтинг такой ведется. Вся информация есть на официальном сайте гибдд.ру в свободном доступе. Этот рейтинг регулярно обновляется. При определении рейтинга, то есть худший или лучший, в зависимости, используются такие критерии, как участие в ДТП выпускников данного учебного заведения, процент сдачи экзаменов с первого раза выпускниками этого учебного заведения, ну и в целом качество подготовки. Дальше, как рекомендации, можно воспользоваться отзывами, то есть в интернете они в свободном доступе есть, почитать отзывы тех, кто проходил обучение в этом учебном заведении, как в последующем сдали экзамен, как они сами уже оценивают спустя какое-то время качество своей подготовки. Эта информация очень полезна, и она есть в свободном доступе, думаю. Можно воспользоваться. Скажите, пожалуйста, а если человек выучился в школе, ну, к примеру, 5-6 лет назад и решил сейчас получить права, и причем проходил обучение, ну, скажем, не в нашем городе. Скажите, пожалуйста, такие лица допускаются к экзаменам? Да, допускаются. Мы допускаем к сдаче экзаменов. Если представленные документы не вызывают сомнений в подлинности, в обязательном порядке направляется запрос по месту прохождения обучения. И в последующем, в выдаче водительского удостоверения, даже после положительной сдачи экзаменов, в выдаче водительского удостоверения осуществляется при наличии положительного запроса. Как сейчас сдают молодые люди экзамены? С какого раза? Мне вот очень любопытно знать и период пересдачи каков. Но если ты не сдал с первого, со второго, с третьего, что дальше? Или сейчас такие дисциплинированные, что сдают все сразу и на отлично? К сожалению, эта картина далеко не такая. Наибольший процент сдачи экзаменов положительных оценок, как правило, со второго, с третьего раза. Потому что уже вот на... То есть с первого это даже единицы? Да. С первого раза по РЭУ Самару, по выпускникам учебных заведений города Самары, процент сдачи экзамена по городу с первого раза составляет всего лишь 3%. От чего это зависит, Михаил Олегович? Ну почему? Если человек прилежно учился в школе. Если он пришел, если хочет получить права, прилежно учился, сдал. Все-таки припоны с чьей стороны возникают в основном? Ну, припоны с нашей стороны я исключаю. Во всяком случае, сделано все для того, чтобы действия экзаменатора были прозрачны. Напомню, что у нас экзамены проводятся на автомобилях оборудованной системой видеорегистрации с записью пяти зон. То есть, там фиксируется подача команды, фиксируются все действия экзаменаторов, действия лиц, находящихся за дублирующими педалями управления. Поэтому все достаточно прозрачно. Придраться сложно, да? Да. Во всяком случае, если есть какие-то жалобы, либо со стороны кандидатов вводитель на необоснованность выставленных ему оценок, мы всегда показываем видеоматериалы, имеющиеся видеоматериалы, аргументируем свою точку зрения, в связи с чем ему поставлена оценка и какие ошибки конкретные были допущены. Уже с использованием видеоматериалов. Ну, согласитесь со мной, что ведь есть все-таки еще и человеческий фактор и волнение. Ну, вот, к примеру, да, один из ярких ошибок – это вот ты и сел сдавать экзамен в автомобиль и элементарно не пристегнулся, все, сразу не сдал. Ну, может быть, как-то пойти навстречу, списать на волнение, опять же, или нет, все категорично, все очень жестко, четко и недопустимо. Ну, во-первых, это неиспользование ремней безопасности не является грубой ошибкой, за которую сразу автоматически ставится оценка «не сдал». Так. Поэтому при… вот, если кандидат допускает такую ошибку, он, как правило, продолжает движение по экзаменационному маршруту, но в последующем в экзаменационном листе ему, конечно, выставляется эта ошибка, но это, еще раз повторю, это не является грубой ошибкой, за которую предусмотрена неиздача. В таком случае, в основном, какие ошибки происходят у молодых водителей при издаче экзамена? Ну, как правило, при проезде перекрестков это не предоставление преимущества в движении трассных средств, мы имеющим такое преимущество. Далее, при проезде пешеходных переходов, не предоставление преимущества движения пешеходов. Наезд на сплошную линию разметки, что тоже с наступлением летнего периода и восстановлением разметки у нас достаточно актуально. Скажите, пожалуйста, а сейчас правила какого года действуют? Ну, вот, к примеру, человек сдаёт экзамены, нарушают, да, вот, когда по городу проезжает и говорит, а извините, в правилах вот этого не было, это вот новая разметка. Такое случается? Нет, почему-то… То есть правила соответствуют сейчас, да? При внесении изменений в правила дорожного движения незамедлительно вносятся изменения, соответствующие изменения в экзаменационные билеты, в нормативные правовые акты по подготовке кандидатов-водителей, то есть уже готовят в той редакции правила дорожного движения, которая действует на момент сдачи экзаменов кандидатами-водителей. На практической площадке сейчас какие-то новые упражнения добавлены, либо всё это стандартно, въезд на город, ручника, змейка, гараж, либо что-то новое ещё есть, нет, да? Нет, 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 всё без изменений. Обязательных пять упражнений, вот часть, когда вы перечислили, это горка, въезд в бокс задним ходом, потом змейка, так называемая, поворот на 90 градусов и параллельная парковка. Вот эти обязательные пять упражнений, которые у нас выполняют на закрытой площадке. А есть ли такая статистика, кто сейчас чаще всего идёт учиться на права, ну и, соответственно, их получать? Одно время, вот, очень много девушек училось на права. Сейчас в равное количество или всё-таки дамы превалируют? Ну, мне, по моим наблюдениям, дам сейчас больше. Потому что водительское удостоверение – это всё-таки такой необходимый документ, обязательный, как бы, поэтому и в молодёжной среде, мне кажется, бутует такое мнение, что водительское удостоверение – это документ, который должен быть у каждого молодого человека. Вне зависимости, есть у неё машина, либо он планирует её приобретение позже. Ну вот, кстати, тоже такой вопрос, не знаю, болезненный он для вас, что, к примеру, человек получил права и не ездит на автомобиле. Прошло два года, он уже перешёл из категории новичка в просто категорию водителя, и через, к примеру, четыре года впервые садится за руль, и случается ДТП. Как выявляются такие водители-нарушители, и применяются ли к ним какие-то санкции или нет? Формально данные водители уже не являются начинающим водителем, поэтому в отдельный учёт они, как правило, не включаются. Отдельный учёт, я имею в виду, вот по сдаче экзаменов и, по так называемой категории начинающих водителей. Но есть ли такой длительный перерыв в вождении, там, год и более? Вот, кстати, чтобы посоветовали в данном случае, если всё-таки есть желание или необходимо сесть за руль и ездить? Ну, во-первых, восстановить навыки управления транспортным средством. С учётом изменений вносимых правил дорожного движения, я думаю, имеет смысл, во-первых, перечитать новую редакцию правил дорожного движения, что там было внесено с того момента, как водитель закончил учебное заведение. Далее есть возможность взять дополнительные уроки, обратиться для этого в любое учебное заведение, которое предоставляет такие услуги. Но здесь важно смотреть, что предоставлять услуги по практическому вождению могут только сотрудники учебных заведений. Никакие инструкторы со стороны, которые могут вам предъявлять различные корочки, либо документы, подтверждающие их квалификацию, выполнять эту деятельность на законных основаниях не имеют права. Не имеют права. То есть всё-таки, если и вспоминать навыки вождения, то это всё-таки следует с инструктором от автошколы и, конечно же, на специализированном автомобиле, который оборудован дополнительным педалем. Да, всё верно. Хорошо. Как в настоящее время изменился процесс организации работы в вашем подразделении после окончания ограничительных мероприятий как раз на территории Российской Федерации с профилактических мер распространения коронавирусной инфекции? Скажите, вот количество лиц обращений в ваше ведомство увеличилось или, наоборот, сократилось? Безусловно, увеличилось, но пока незначительно. Здесь играет свою роль, сыграло положительную роль то, что вступил в действие указ президента, в соответствии с которым был продлён срок водительских удостоверений, которые истекали в период с 1 февраля. Истек срок действия. Если в период с 1 февраля по 15 июля закончится срок действия водительских удостоверений, эти водители могут обращаться к нам до 31 декабря текущего года. То есть им предоставлена эта возможность. Управлять этими водительскими удостоверениями они могут до указанного периода. С этими водительскими удостоверениями? Ну, ещё раз обращаю внимание, водительские удостоверения, срок действий, которых истёк в период с 1 февраля по 15 июля. Хорошо. А куда нужно обращаться? Это традиционно МФЦ, портал госуслуг, либо какой-то вы сейчас используете другой формат приёма граждан? Ну, для регулирования, во-первых, очерёдности мы используем так называемый модуль очерёдности, как могут граждане как самостоятельно подать заявки, без регистрации на портале государственной услуги. Если гражданин является пользователем портала, то он уже, как зарегистрированный пользователь, соответственно, может выбрать удобный для себя день и время посещения РЭО, соответственно, оплатить квитанцию, государственную почту с 30-ти процентной скидкой. С недавнего времени нами внедрён порядок приёма граждан через официальный сайт РЭО. То есть заявители направляют посредством официального сайта копии необходимых документов, мы их распечатываем, формируем заявление, назначаем дату прибытия в РЭО, и граждане уже приходят с минимальными временными затратами получать новое водительское удостоверение. Только ли нужно оплатить госпошлину, либо иметь при себе действующую медицинскую справку? При замене водительского удостоверения в связи с истечением срока медицинская справка обязательна. Во всех других случаях, в случаях замены водительского удостоверения по износу, в связи с утратой, мы выдачу нового водительского удостоверения осуществляем без медицинской справки, но здесь надо понимать, что если заявитель представляет нам медицинскую справку, мы выдаем водительское удостоверение на срок 10 лет. Хорошо. Михаил Олегович, какая все-таки форма приема граждан, вот на ваш личный взгляд, является все-таки наиболее удобной и эффективной, конечно? Ну, безусловно, это официальный сайт государственной услуги. Это удобно как для посетителей, как вот показывает практика, и рейтинги на различных сайтах наиболее приемлемой, потому что есть возможность подать заявку, выбрать день и время, удобно оплатить квитанцию и уже с минимумом документов к нам обратиться. То есть это паспорт, медицинская справка, старая водительская. Хорошо. Как все-таки в настоящее время в вашем подразделении соблюдаются профилактические меры, предупреждающие распространение коронавирусной инфекции? Ну, во-первых, мы напоминаем гражданам, что в здании необходимо находиться и использовать средства индивидуальной защиты, это маски, по возможности перчатки, у кого есть возможность использовать антисептики для обработки рук. Аналогичные средства защиты мы используем в экзаменационных автомобилях. После каждого кандидата водителя обрабатываем органы управления экзаменационных автомобилей. В обязательном порядке требуем, чтобы кандидаты водители находились в масках. У кого есть возможность перчатки в обязательном порядке. Ну и социальная дистанция, это расстояние не менее полутора метров. А вот вопрос от телезрителя. Можно ли применять антисептик в машине, вот обрабатывать руль и так далее? Ведь все-таки пахнет спиртом и может возникнуть у сотрудника ДПС двоякие ощущения, нет? Ну, наличие запаха еще не является основанием для подозрения водителя в управлении трансовым средством в состоянии опьянения. Есть другие признаки, которые указывают именно на это. Поэтому ни в коем случае этого не стоит бояться. Лучше чаще обрабатывать автомобили. А вот, кстати, Михаил Олегович, в период самоизоляции экзамены проходили или все-таки были приостановлены? Проходили, но мы сократили до минимума количество одновременно сдающих кандидатов водителя. До этого проводили разъяснительную работу с учебными заведениями, чтобы записывали минимальное количество с учетом обеспечения социальной дистанции, с учетом затрачиваемой времени на обработку автомобилей и его подготовка для следующего кандидата. Вот сейчас как, кстати, распространяется время на сдачу экзаменов? Тоже помнится, вы ставили какие-то невероятные очереди по три, по четыре часа ждали своей очереди, когда сдаешь на практической площадке. Сейчас вот все-таки это как-то привелось в порядок? Да, безусловно. У нас есть четкие временные рамки. То есть также по онлайн можно записаться? Да. Но в случае с создачей какого-либо из этапов практических экзаменов здесь уже определяют зачастую руководители автошкол. То есть они назначают своим кандидатом на конкретное время и уже прибыв в конкретное время, там, срок ожидания уже регламентирован до минимума. Хорошо. Ну что же, наше время подходит к концу. Хочу, во-первых, вас поблагодарить за ту информацию, которую поделились нашими уважаемыми телезрителями и предоставить вам в конце небольшое заключительное слово. Почему и кому сейчас все-таки нужно получать права, а кому все-таки стоит воздержаться? Как вы считаете? Ну, при принятии решения о возможности к допуску, к экзамену и последующей выдаче водительского удостоверения мы исходим из наличия медицинского заключения о допуске кандидата водителя к управлению трассным средством. То есть основополагающим документом является наличие этого медицинского документа. Ну, а уже решение о необходимости получать водительское удостоверение, я думаю, должен принимать каждый гражданин, кандидат водителя или водитель в последующем. Индивидуально. Ну, а на мой взгляд, я просто вспоминаю личный свой опыт. Если есть желание водить автомобиль, то тогда ты идешь и получаешь права и делаешь это с удовольствием, получаешь именно наслаждение от вождения. Спасибо большое всем тем, кто был сегодня с нами. Спасибо вам огромное за участие в программе. Всего хорошего. До свидания. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!